Пробуем акварель Для этого урока мы выбрали акварельную бумагу Arsh Это профессиональная акварельная бумага, с которой очень легко работать Кисточкой также можно делать штрихи или пятно В зависимости от того, какого эффекта вы хотите добиться, нужно выбирать правильный размер кисточки Например, сейчас в руках у меня кисточка номер 2 Лучше всего, чтобы это была синтетическая кисть или колонок Возьмем кисть побольше Чтобы сделать более объемные пятно Пятна можно размывать Таким образом получая разный тон В акварели нужно смешивать цвета Например, синий с красным При соединении дают фиолетовый Синий с желтым Дают зеленый цвет Предпочтительнее брать не открытые цвета Например, просто зеленый из кювета А смешивать синий с желтым в разных пропорциях для получения разных зеленых Если смешать зеленый с синим Получится изумрудный цвет В зависимости от пропорций, которыми вы их смешиваете Получаются разные оттенки и разная тепло-холодность В зависимости от того, какое количество воды вы будете использовать при рисовании Цвета будут либо плавно перетекать друг в друга Либо оставлять четкие границы Например, если смешать красный или алый с желтым То получится оранжевый При смешивании цветов Лучше использовать большее количество воды Для примера попробуем нарисовать шар Можно сначала закрасить его полностью желтым Выделить цветораздел Чтобы было нагляднее, я показываю яркими цветами Каждый предмет имеет объем Падающий тень И самое темное место Это соприкосновение предмета с плоскостью Также не забываем о свете Если взять кисточку и намочить ее То можно смыть небольшой слой акварели Получив более светлый тон Выделим еще раз светораздел Для воды лучше использовать большую емкость Тогда вода пачкается не так быстро Если использовать много воды То цвета растекаются Можно также просто намочить лист После чего вводить туда цвет Получая некие абстрактные рисунки Уже высохшая акварель достаточно плохо размывается Так что если вы не хотите появления четких границ Лучше размывать свежую краску Противоположные цвета Такие как желтый и фиолетовый Оранжевый и синий Красный и зеленый Хорошо смотрятся друг с другом Очень ярко и выразительно Но стоит помнить Что смешивать их не нужно Получается грязь Так что прежде чем рисовать Красный предмет рядом с зеленым Стоит подождать Пока зеленый чуть-чуть подсохнет Можно также рисовать сухой кистью Штрихами Это иногда полезно при завершении работы Когда нужно Уточнить какие-то детали Вернемся к шару Подчеркнем самое темное место Он уже чуть-чуть подсох И краска не сильно растекается Редактор субтитров А.Семкин